В эфире информационная программа «События». С вами в студии Александр Новиков. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Брянске пройдет областная конференция «Единой России». Решение было принято на заседании президиума регионального полицовета, которое прошло под председательством Александра Богомаза. Дата конференции в репортаже Александра Новикова. Полное обновление всех четырех входов, ливневок, освещения. Это все долгожданный ремонт подземного пешеходного перехода на полтиннике. А все детали об этом расскажу я, Армен Морукян, уже в этом выпуске. Альпака Барни отращивает шубу. Другие постояльцы Брянского зоопарка тоже готовятся к зиме. Подробнее расскажу я, Александра Савельева. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении прославленного брянского самбиста Артема Осипенко медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. В сопроводительном документе отмечаются большие заслуги Артема Осипенко в развитии и популяризации самбо в Российской Федерации и многолетняя добросовестная работа. Напомним, что в данный момент наш земляк в статусе капитана сборной России находится в Ереване, где 10 ноября стартует чемпионат мира по самбо. Артем Осипенко в абсолютной весовой категории будет бороться за свой десятый титул лучшего самбиста планеты. 26 ноября состоится конференция Брянского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Такое решение было принято на заседании Президиума регионального политического совета. В повестке дня заседания Президиума регионального политсовета Брянского регионального отделения партии «Единая Россия» два вопроса. Главный – о созыве областной конференции. Она состоится 26 ноября. Члены Президиума утвердили дату и повестку. Необходимо утвердить проект повестки конференции Брянского регионального отделения партии «Единая Россия». Подведение итоговой работы Брянского регионального отделения партии за 2023 год. О приоритетных задачах Брянского регионального отделения партии на 2024 год. О прекращении полномочий членов регионального политического совета Брянского регионального отделения партии в связи с процедурой введения ротации. Кроме этого, в повестку конференции будут включены вопросы о прекращении полномочий членов Президиума регионального полицовета и регионального полицовета в связи с ротацией, а также избрании новых. Будет обновлен состав контрольно-ревизионной комиссии и избраны делегаты на 22-й съезд партии «Единая Россия». Перед областной конференцией Брянского регионального отделения должны состояться конференции местных отделений. Этого требует устав партии. Провести конференции местных отделений партии в период с 17 по 20 ноября текущего года включительно. Утвердить график проведения общих собраний первичных отделений партии и провести их срок с 13 по 15 ноября 23 года включительно. Партийцы на местах подведут итоги работы «Единой России» в текущем году, определят основные направления деятельности на год наступающий. Изберут 134 делегата на конференцию Брянского регионального отделения. Перед ее началом состоится совместное заседание Президиума регионального полицовета и регионального политического совета. Александр Новиков, Дмитрий Матеров, Брянск. Брянские врачи вносят свой вклад в восстановление медицины Луганщины. В Брянковской городской центральной многопрофильной больнице работают специалисты из нашего региона. Это хирург, анестезиолог, реаниматолог, операционная сестра и травматолог Брянской областной больницы номер один. Они помогают луганским коллегам и лечат брянковских пациентов. За проделанную работу медиков поблагодарил местный мэр, а будущие студенты-медики задали вопросы практикующим кандидатам медицинских наук. Мы с Брянской области попродим уже больше года, чувствуем поддержку во всех направлениях, а ваша неоценимая на самом деле поддержка в сфере здравоохранения, в сфере спасения жизни наших жителей, она стоит гораздо больше любых денег, любых строек, это здоровье, которое невозможно купить за деньги. Поэтому огромная вам благодарность за вашу самоотверженную работу. Все, что бы ни делала Брянская область, она делает на высшем уровне. Мы очень ценим то, что вы сюда приехали, нашли время, оторвались от семей, от своих коллекторов и приехали к нам, оказать нам помощь в лечении наших пациентов. Спасибо, что дали такую возможность, что смогли приехать. Спасибо большое администрации города Брянки, администрации больницы за продуктный прием, за условия проживания, условия работы. В принципе, никто ничего не мешал, делали все, профессиональную помощь оказывали, как могли, что могли, полным объемом, все, что от нас залезло, все мы делали. Хочу присоединиться к словам Олега Егоровича. Спасибо большое нашему губернатору Александру Васильевичу Богомазу, который дал, собрал вазу эту бригаду, отправил ее сюда помочь местным жителям, посмотреть то, в каком состоянии находится здешняя медицина, поделиться своим опытом с коллегами. Будьте в курсе, самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. С начала года у 97 брянцев выявили злокачественные новообразования на коже. В Володарском районе Брянска идет строительство дороги к новому военному госпиталю. В Брянской области назначение на должности получили 5 судей. В Трубчевске завершили строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения. На улице Флотской завершается строительство комплекса очистных сооружений. Брянские коллективы успешно выступили на фестивале «Во имя искусства». В Центре народного творчества подвели итоги проекта «Вышитые карты районов Брянской области». Промышленный сектор Брянщины продолжает показывать уверенный рост. На развитие промышленности, транспорта и связи на Брянщине направят 3 миллиарда рублей. Еще больше интересных новостей на нашем официальном сайте губерния.тв. Строительство детской школы искусств в Фокинском районе, обновление крыш детских садов и школ города. Вице-мэр Брянска Сергей Антошин вновь проверил, как идет работа на объектах. Общение с подрядчиками, строителями, директорами. Правила первого заммэра – все вопросы решать лично и на месте. Армен Муркян расскажет детали. Как говорит Александр Васильевич, сколько людей здесь работает? Работает 8 человек. Вице-мэр Сергей Антошин по адресу Богдана Хмельницкого, 79. Здесь строят детскую школу искусств. Важный вопрос – будет ли сдан объект в срок. Первому сентябрю я не появлюсь тогда у вас перед глазами, если я его не построю. И спрячусь вообще, и не найдете меня с этими, с Шерлоком Холлсом. Оксан, запишите. Я вам говорю, что это будет… Первый сентябрь, будем искать его вообще все. Этот объект будет построен. Расскажи, что у нас тут, какие у нас проблемы. Я же чувствую, что где-то… На сегодняшний день у нас есть 11 миллионов незаконтрактованных еще. То есть это в основном раздел ТХ, сейчас перерабатываем. Плюс 10% мы заложили допами на изменения этого проекта. Предложение от подрядчика – сделать вентилируемый фасад. Так красивее. Первый замглавы Брянска Сергей Антошин на месте выясняет, возможно ли и что надо. Но у нас удорожание пройдет только что? Ну там небольшое удорожание, оно войдет вот в эти 10%, до которой возможны настройки. Ну будем делать, Оксан? Будем, но нужно, чтобы экспертиза нам согласовала. Технически это в любом случае отработано, так как у нас заложен капремонт, сейчас проверим. По-моему, заложили на следующий год капремонт, чтобы, может быть, если это будет единый фасад, вопросов экспертизы не будет. Поэтому технически сейчас отработаем. Давайте и сделаем, чтобы это был единый фасад. То есть технически сейчас отработаем? Можно так сделать? Ему надо сказать. Я буду к архитектору теперь обращаться. Это правильное решение, когда нужно сделать и старое помещение школы, и вот это новое, все под единое, целое. Вот этот фасад вентилируемый. Там совсем, ну, уже сделаем, так сделаем, красиво будет. Такой контроль – это еще непосредственное знакомство с подрядчиками. У них можно уточнить детали, задать вопросы, а если будут проблемы, то спросить лично, а не только по документам. В этом случае и вице-мэр и подрядчик хорошо знакомы. Вместе зимой по задаче губернатора Александра Богомаза делали фортификационные сооружения на границе. У нас одновременно работало на этих фортификационных сооружениях, потому что Александр Васильевич поставил там, скажем так, мягко выражаясь, сжатые сроки. 400 человек. 400! 400! И вот он там ходил, как по дешахтал. Войска налево, войска на... Я все сделал. Да ничего ты не сделал. Это уже мы общенародную стройку там сделали. До конца не сделано из-за погодных условий. Над этой частью уже накрыт первый слой прайма. В конце недели они планируют второй слой. Ребята работают без выходных, но три дня во время праздничных дней не было погодных условий. Это про кровлю детского сада Песенка в Фокинском районе. Полмесяца назад Сергей Антошин уже был здесь. Сначала на бумаге посмотреть, что еще сделано. Затем лично подняться на крышу. Наш дождь выгнал. И на следующий день мы стали работать, мы еще отгребали воду всю. Потому что на воду стелить как-то не очень. Понимаете, не очень надо... Технологический процесс нужно выдерживать. Мы ее выдерживаем. Эта стяжка, она сама по себе, она не даст сразу сделать. И не надо закатывать. Так что стует ковер весь. Мы никогда не торопимся. Мы ждем, чтобы она отстаивалась. Тем более работа еще есть. По технологии до какого там минуса можно это делать? Катать можно до минуса 25. Нам главное, вот даже стяжка, главное ее пропраймерить. И потом морозы, нам уже ничего не страшно. Она уже не впитывает в стяжку ничего. Детский сад Песенка построен в 1983 году. За 40 лет существования капитального ремонта крыши не было. Время проходило и кровля потекла. Несмотря на ремонт, все 300 детей ходят в сад. Сейчас хорошего качества материала. Или какой? Сейчас? Да. Ну купили хорошего. Именно полиэстер взяли, который до минус 25. Он не лопается, не рвется. И то бишь спокойно мы им работаем. И от солнца он не так вот спучивается. В оконцовке для полностью сдачи объекта надо 4 дня. Нет, 4 дня мы заканчиваем стяжку. Вот стяжку. И выходные уже катаем. Первым слоем. Ну нет, это если полностью в 2 слоя еще закатывать, это недели 2 где-то. 2 недели. Не будешь контролировать, ничего не получится. И они себя увереннее чувствуют, что за ними глаз. Наша самая главная цель стоит перед нами, чтобы все-таки до самых снегопада, снегов, до холода успеть все это сделать. Но я здесь вижу, что здесь 100% сделают. Они молодцы. 11-я школа. Бежицкий район. На этой неделе завезли стройматериал. Работы начались. Здрасте. На крыше этой школы проблема с неуходящей водой. Первое, что заинтересовало, все ли делают по техническим требованиям. Мы по школам, по детским садам ходим, и у нас подрядчики делали уклоны специально. А я здесь смотрю, вы просто по-старому положили, и все, так и будет. Да, здесь будет именно так. А уклоны... Для розуклонки применяют именно, ну, когда стяжка делается 100%. На данной крыше нецелесообразно делать стяжку, потому что это просто дополнительные финансовые потери будут. А вот это спасет? Абсолютно. Она имеет абсолютную гидроизоляцию, в отличие от битумного ковра. То есть на данном материале, даже если вода стоит, она вниз не поступает. Она как бассейн. А воду вообще, вот эти будут как бассейн. То есть она будет естественным путем испаряться? А как-то будет? Нет, у нас есть водоприемные воронки, куда вода стоит. Воронки есть, но тут же мы же видим... Пиши, Шеруслович, там 100% в левом углу будет просто собираться вода. Там будет бассейн, там можно плавать. Это сейчас... Дождя нет. А нельзя было хоть хоть уклончик какой-то сделать? Я не знаю. Может, мы же делаем не просто так. Сделать капитальный ремонт надо качественно. Перед подрядчиком стоит задача разобраться с водой. Она не должна накапливаться. Если надо, пересмотреть смету и средства. До декабря должно быть все готово. Хорошо. Будем стараться. Все, давай. Ремонт крыш детсадовой школы города – это инициатива губернатора Александра Богомаза. Средства изыскали дополнительно. Источники и суммы стали понятны в августе. Сейчас главное сделать качественно, а для этого нужен постоянный контроль. Армен Мрукян, Дмитрий Матеров, Брянск. В Карачевской школе номер 4 увековечили память выпускника, погибшего во время специальной военной операции. На фасаде здания, рядом с героями Великой Отечественной и Афганской войн, появилась мемориальная доска в память о Сергее Водичеве. Юноармейцы чеканят шаг с ними, со знаменем штурмового батальона «Сомали» ветераны спецоперации. Сергей Водичев сначала волонтером возил гуманитарные грузы на Донбасс, а потом принял решение записаться добровольцем. Попал в ДНР, под Ясиноватую, к штурмовикам. Он принял осознанное решение пойти и защищать. Защищать свою семью, защищать свою малую родину Карачев, защищать нашу страну. За плечами у Сергея уже была операция на Северном Кавказе. Потом работал, построил дом, с женой воспитывали сына. Жить бы и радоваться. И тут такое решение. Я говорю, Сережа, может быть, не надо тебе. Все-таки одну-то войну-то прошел уже, живо остался. Не надо, может быть, второй удар окунаться. Он говорит, меня посмотрел так-то и говорит, а кто же будет спасать вас? Почему так-то думаешь, значит, кто-то придет, кто-то будет спасать? Нам надо все. Вот откуда у него это? А вот такой-то он, защитный рожденный. Учителя говорят, что решение Сергея было закономерным. Эта вот атмосфера военной истории, она присутствовала вот в семье. Вот эта память. И на уроках истории я всегда стараюсь вот эту память нести о славной военной истории. Поэтому он участвовал в разговоре, он участвовал в обсуждении. Он дополнял какими-то материалами из прочитанных книг. И вот я хочу сказать, что Тимур очень похож на своего папу. Он такой же сдержанный, такой же воспитанный и так же любит историю. А у нас не только пример родителей, но и наших родителей, товарищей моих. Да, у меня отец разведчиком в первые дни войны воевал. И до самого он разведчиком был, поэтому он медальными орденами награжденный. Дядьки погибли, пять человек, которые были и женаты, и неженаты. Вот, именно на войне. Потом другой дядька вообще начинал воевать с немцами и закончил войну с японцами. Ввиду это, где самураи были, в Маньчжури освобождал. Так что это уже, хотя они, как-то никто из них не был кадровым таким офицером. Обыкновенные были люди, колхозники там или кто-то еще там. А так я хочу сказать, чтобы специально мы сидели там, воспитывали. Ну и пример окружающих. Валентина Пищулина – первая учительница Сергея. Запомнила его открытым, любознательным ребенком. Знаете, мне, что всегда вот, наверное, радовало и удивляло в этом ребенке. Он был целеустремленный. Он, если вопрос задавал, то любопытными глазами дожидался ответа. И то есть, если просто уйти, можно иногда вот, ну как-то ушел от ответа, и ладно. То от Сережки будут уйти нельзя. Он смотрел глазами такими вопрошающими, что я обязательно должна была ответить на этот вопрос. Более 20 лет прошло с тех пор, как Сергей учился в школе. Но в памятный день сюда пришли многие его одноклассники. Дружили с детских лет, вместе были в горе и в радости. Я поеду, говорит, мне пришел вызов. Я говорю, Сереж, ну как же так, а как же Катя, как Тимур? А я знаю, моя Катя сильная, моя Катя все выдержит. Я говорю, а Тимур? Ну, Тимур, я все равно постоянно по командировкам, он сейчас просто не поймет, говорит, этого, что я ушел. Он говорит, надо помогать, говорит, ну кто, как не мы. Ну, спустя какое-то время, да, выходил на связь постоянно, то и сам позвонит. Часто звонил он, когда был на этой стороне. И что говорил? Что проходит учение, все пока нормально, держимся, говорит. Потом он мне позвонил, когда он уже пошел в терраборону на границу. Он сказал, все нормально. Алексей Куршунов – друг Сергея с начальных классов школы, крестный Тимура. Он погиб 5 июня, еще об этом никто не знал. 7 июня я стал вспоминать нашу молодость. Ну, просто сижу дома, начинаю вспоминать. У меня потекли слезы, и я понял, что с ним что-то случилось. Я ему написал, куманю, как ты, где ты, что с тобой. Ну, соответственно, смс осталось до сих пор не прочитан. А 13 июня у него позвонили с военкомата, мне, я понял, что я сразу сказал, с кумом что-то. Они говорят, приезжай. Сейчас школу, где учился Сергей, заканчивает Тимур Водичев. Каждый день он будет проходить рядом с мемориальной доской в память об отце. Качество мужа Екатерина видит в сыне. Доброта, мужество, оно даже сейчас проявляется в Тимуре. Любовь к близким, к родным, к своей семье. Трудолюбие, трудолюбие. Потому что он любил Родину и пытался ее защищать. Он был таким патриотом. Собеседники часто переходят с прошедшего на настоящее время, рассказывая о Сергее. Сережка, конечно, действительно, просто что не верится, что я воню, и все. Вам в коммунировке дали такой вот, далекой, глубокой. Наталья Бодник, Павел Подобаев, Карачев. В Брянске началось капитальное обновление подземного пешеходного перехода на Полтинники. Объект важный. Здесь пересекаются две крупные транспортные артерии областного центра. Поток людей круглосуточный. О начале работ расскажет мой коллега Армен Марукян. Ремонт подземного пешеходного перехода на Полтинники для жителей Брянска долгожданный. Он был построен в 1985 году. И с тех пор здесь капитального ремонта не было. Вот этим гранитным плитам почти 40 лет. И этим плиткам на стенах тоже. И все это останется уже в прошлом совсем скоро. Там у второго и третьего входа начались первые ремонтные работы. Болгарка, отбойный молоток, лопаты. 15 рабочих демонтируют старые элементы перехода. После для защиты несущих конструкций проведут гидроизоляцию. Затем отделка всего. Сейчас решается вопрос цветовой гаммы. Здесь будет устроен навес, будет освещение, будет видеонаблюдение. Будет устройство новой системы отвода воды дождевой. С поднятием ее насосами в местную канализацию. Видеонаблюдение будет на всех четырех входах и также в самих переходах. Здесь будет 12 видеокамер установлено, которые полностью будут охватывать все пространство. Количество входов останется прежним. Освещение установят с датчиками движения. Кольцо на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станки-Димитрово – одно из самых оживленных мест в Брянске. Большой трафик людей. Единственный способ перейти на другую сторону – подземка. Естественно, у жителя и возникает вопрос, как переходить дорогу во время ремонтных работ. Изначально рассматривалось строительство, реконструкция, капитальный ремонт в два этапа. Но благодаря Брянской городской администрации принятие мудрого решения, закрытие полностью объекта и устройство дополнительных наземных пешеходных переходов для удобства граждан перехода в улицу Станки-Димитрово. Временный пешеходный переход. Внутренние стены планируют отделать керамической плиткой, а ступеньки будут из облицованных гранитных плит. Здесь будут еще установлены электрические подъемники для маломобильных групп населения, для спуска их, подъема, соответственно, на трех сторонах. Сроки выполнения данного вида работ до 3 мая 2024 года. Данный объект стоит 23 миллиона 600 тысяч. Реконструкция масштабная. Фактически от старого пешеходного перехода останутся лишь несущие стены и вот эта, установленная в 1985 году, плита. Построена в год тысячелетия Брянска. Обещают почистить и вернуть на место. Армен Мрукян, Виктор Левченков, Брянск. Восемь лет на Брянщине действует программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Единовременная выплата 8 тысяч рублей на каждого члена семьи помогла начать собственный бизнес Елене Сайдалеевой из Узбекистана. В поселок Бытош Елена переехала из Узбекистана вместе с двумя детьми. Дочь и сын уже выросли, сами помогают матери. Но встать на ноги семье помог Дязьковский центр занятости населения. Здесь стоит кухонная гарнитур, у нас там стояла печка, там голландка, тоже печка. И пять лет мы топили дровами. Люди помогли, сделали все. Хорошие люди. А я сразу, вот я сказала, когда мы увидели ладон, сказала, вот это мой дом, я здесь буду жить. И такое впечатление, как будто я здесь вот и родилась, не знаю почему. В Бытоше Елена купила 10 гусей, 20 уток и занялась индивидуальным предпринимательством. ИП нужно было мне открыть обязательно, потому что я не могла официально устроиться на работу по состоянию здоровья, то что здесь заводы, а я бы не смогла там работать. И я решила открыть домашнее хозяйство, сельхозхозяйство, птицу, утки, коры. И были очень воспитанные они у меня. А если даже в поле выпускала, я только крикну, они бежали все домой, мне не надо было за ними ходить с палочкой, загонять. Новое дело требовало труда и вложений. С последним помог центр занятости. Российского гражданства на руках у Елены не было. Она присоединилась к программе по переселению соотечественников и получила единовременную денежную выплату. Мы втроем, я дочь и сын, и нам 24 тысячи. Вот, для каждого человека по 8 тысяч. И это был очень такой хороший стимул, да. И я курочкам и корм брала, и все такое, и в дом. Нет, помогли хорошо. Спасибо огромное центру занятости. Только в Дядьковском районе выплату получили больше 60 человек. Четверо обратились за помощью в этом году. Участие в программе гарантирует не только материальную поддержку, но и помощь с трудоустройством. Программа действует на территории Брянской области с 2014 года. Она направлена на оказание содействия переселению соотечественников, которые проживают за рубежом, на территорию Брянской области. Сумма выплаты – 8 тысяч рублей за каждого члена семьи. Для участия в программе достаточно обратиться в Центр занятости населения. Александра Савельева, Алексей Рязанцев, Дядьковский район. Двукратные чемпионы мира по джиу-джитсу брянцы Вячеслав Кобец и Загид Багауддинов завоевали серебро на чемпионате мира по джиу-джитсу. Турнир прошел в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абудаби. Подготовка к представительным соревнованиям была долгой и напряженной. Сначала тренировки в летнем лагере в Дагестанских горах, затем двухмесячная подготовка в залах Москвы. Брянские спортсмены согнали около десятка килограммов веса. И Вячеслав Кобец, и Загид Багауддинов выступают в престижных дивизионах коричневых и черных поясов в Абудабе. В итоге оба наших спортсмена оказались в финале в своих весовых категориях. До медали высшей пробы каждому не хватило чуть-чуть. Два вице-чемпиона мира едут обратно домой с серебряными наградами. Стоит отметить, наш земляк Вячеслав Кобец является партнером компании ООО «Брянский сад» и спонсором Брянской региональной федерации по спортивной борьбе в дисциплине грэплинг. Несмотря на теплую осень, зима близко. Теплолюбивые птицы уже улетели на юг, лесные звери сделали запасы на зиму. А что с экзотическими животными? Сотрудники Брянского зоопарка заверили, и як, и лемур одинаково готовы к заморскам. Кудрявая шуба альпаки Барни возвращает былой объем. Помогает свежая хвоя – не только символ приближающегося Нового года, но и кладезь витаминов. Игольчатые побеги улучшают зрение, иммунитет и состояние меха. Мы заранее посерегли Барни, чтобы ему не было жарко. А сейчас уже при приближении зимних дней шерстка у Барника отрастает, и ему будет комфортно. Вернул прежний имидж Бархан. Ему не страшны ни жара, ни холод. Весной он полностью сбросил теплую шерсть. А чуть больше, чем за месяц, нарастил эту густую шубу. Мунджакам, Бэмби и Брянке, Лане Барону и другим постояльцам зоопарка холода также не страшны. Чтобы хорошо наши животные перезимовали, мы подготовили условия для них, утеплили домики. Сейчас увеличили кормовой рацион. Добавляем кукурузу, витаминизируем их. Сотрудники зоопарка заготовили сено и веточный корм. О свежих лакомствах тоже не забывают. В помещении зимуют теплолюбивые животные – лемуры Гриша и Глаша, игрунки Люси и Марсель. Попугай Ара стал подопечным семьи Мельниковых. Приемные родители уже есть у нескольких его сородичей – тигрового питона, кроликов, пары косуль. Для других свободных животных опекуном можете стать вы. За помощь в уходе за выбранным животным зоопарк предоставляет льготы, в том числе бесплатное посещение. Зоопарк работает ежедневно с 10 утра до 5 вечера. Александра Савельева, Анатолий Чикрыгин, Брянск. А сразу после выпуска новостей смотрите специальный репортаж об уникальной разработке брянских IT-специалистов. Мобильное приложение, которое позволит жильцам дома отслеживать расходы управляющих компаний. Брянск. Около 200 квадратных километров, 4 района, почти 2000 домов. За каждым из которых закреплены ТСЖ и управляющие компании ЖКХ. И почти каждый из них обслуживает дома только в одном районе. Не всякий может взять на себя ответственность работать по всему городу. Надо очень много средств и сил, чтобы добросовестно выполнять свои обязательства. Вопросов много. У нас тоже очень много вопросов по дому, и мы тоже стараемся их решать. А решать, как вариант, посредством общения с управляющей компанией. Лилия Макеева, старшая по дому. Но их долгое время обслуживала управляющая компания, которая не выходила на контакт. Общим собранием принято решение перейти к другим. Выбор пал на Брянском центре. Управляющая компания Брянска – компцентр на рынке с 2014-го. Под их крылом больше полусотни домов областного центра. И стоит заметить, что они со всех районов города. Единственная УК, которая работает по всему городу. Люди доверяют. И, тем не менее, извечный рост цен на услуги ЖКХ нередко вызывает вопросы у жильцов. Почему? За что? Всех жильцов, безусловно, принципиально интересует, куда тратятся денежные средства дома. Потому что вот в предыдущей компании мы не понимали, куда тратятся наши денежные средства, потому что ничего по дому не было сделано, а средства куда-то уходили. Поэтому в этой компании все обстоит по-другому. И речь сейчас не только о качестве содержания домов. Больше об открытости перед жильцами. Очень приятно, что люди стараются сделать все для того, чтобы и нам, жильцам, было комфортно и уютно жить в доме. И не возникало у нас лишних вопросов о том, куда расходуются наши денежные средства, предназначенные для содержания текущего ремонта дома. И речь сейчас не только о качестве содержания домов. Больше об открытости перед жильцами. У управляющей компании, о которой сейчас идет речь, на этот счет большие амбиции. На данный момент остро стоит вопрос коммуникации между собственниками и управляющей компанией в плане финансов. Некоторые управляющие компании намеренно или неосознанно скрывают финансовую отчетность. Наша цель сделать эту сферу открытой, открыть бухгалтерию, сделать ее понятной для жителей, куда уходят денежные средства. Ребята, к нам поступила очень интересная, важная задача – разработка приложения в сфере ЖКХ. Я на вас очень надеюсь, вы у меня молодцы. Давайте сделаем все по максимуму. Что же сейчас удобно и современно для людей? Простой вопрос и ответ лежал на поверхности, а точнее в руках. Надо разработать уникальное мобильное приложение. Наше решение – это, собственно, приложение в сфере ЖКХ. Это не просто какой-то перечень, набор полезных услуг в сфере ЖКХ. Основной приоритетной целью является то, что мы полностью раскрываем финансовые показатели управляющей компании. И причем не раз в год, как это сейчас по закону, а в режиме онлайн. То есть пользователь может в режиме реального времени зайти в приложение и увидеть общие расходы управляющей компании с расценками. Также увидеть баланс дома, плановые работы и текущую задолженность перед управляющей компанией, что немаловажно. Разработчик, да и, собственно, заказчик считает, что это приложение позволит повысить уровень доверия жильцов к управляющим компаниям. Приложение, оно напрямую координируется с базой 1С управляющей компании. И все управляющие компании, которые готовы развивать свой сервис, быть честными, могут работать с нами. Также управляющая компания передает всю необходимую информацию по поводу ее расходов, плановых работ. Стоит при этом отметить, что приложение открывает бухгалтерию не какой-то определенной управляющей компании, а всех, кто подключен к системе по требованию совета дома. Мы рассчитываем на то, что с нами будет сотрудничать большое количество управляющих компаний, которые готовы совершенствовать свой сервис, идти в ногу со временем, работать честно. И мы думаем, что как минимум в Брянске и Брянской области, а затем уже и по всей России мы сможем сделать этот рынок более прозрачным и понятным для пользователей. На разработку приложения ушло порядком полугода. Над заданием работала целая бригада специалистов. И стоит отметить, что приложение создано максимально доступным для пользователей. И при этом простым. Это приложение можно скачать бесплатно на всех доступных сервисах, также на официальном сайте Интегра и в Рустор. Вообще подключиться к данным приложениям может любая управляющая компания, но на данный момент изъявила желание и работает одна управляющая компания в городе Брянск. Ну а если же остальные УК захотят наладить взаимодействие с жильцами, мобильное приложение «Онлайн ЖКХ» поможет в этом. Ну вот такие дела, да. Поэтому всего доброго, до скорой встречи, звоните, если что. Всего доброго, до свидания.